Светлана и Дмитрий родились и всю жизнь живут в Одинцово. Работают оба в Одинцовской электросети. Она по профессии инженер, он электромонтер. Но, несмотря на это, познакомились случайно на свадьбе старшего брата Светланы. Предложение руки и сердца было сделано неожиданно, своеобразно. Пришел в гости к ней, смотрю, будущая мама лежит, отдыхает. Я подошел и говорю, все, забираю твою дочь через ЗАГС. Да, мне, кстати, даже не страшно. Еще быстро оперативно. И сразу будущая теща два согласия. А куда надеемся? Восемь лет назад в семье Светланы и Дмитрия родилась первая дочь Елена. Воспитав помощницу, эта супружеская пара решилась на второго ребенка. В семье Цветковых Дмитрия Сергеевича и Светланы Сергеевны 9 декабря 2013 года в Одинцовском роддоме родилась дочь. Второй ребенок в семье. Во время беременности о поле будущего малыша Светланы и Дмитрия не задумывались. Мальчик это будет или девочка, им было все равно. Я изначально думала, что муж, конечно, хочет мальчика. Но потом, не знаю, спрашивая у него. Нет, мы сразу решили, будет либо Алексей или Елизавета, чтобы ребенок был здоровый. То есть было именно ребенок. Да, но потом решили, что главное, пусть будет здоровенький. Родилась Елизавета весом 3530 граммов, ростом 52 сантиметра. Этот комочек счастья появился в Одинцовском родильном доме. Все великолепно, персонал вообще молодцы. В принципе, второй ребенок, ну, как обычно, рождается быстрее. Поэтому, ну, не знаю, у меня вообще как бы только самые лучшие остались впечатления. И как сами роды протекали, то есть как сам персонал во время родов, так и после объясняет очень хорошо, как с детками обращаться. Потому что, ну, детские медсестры приходили. За 8 лет уже многое забылось. Очень много подсказали, очень много показали. Поэтому очень хорошее впечатление. Спасибо большое всему персоналу Одинцовского роддома. О будущих увлечениях и профессиях своих дочерей родители не задумываются. Но говорят, что поддержат их в любых начинаниях. Пока они наслаждаются семейным счастьем, супруги стараются помогать друг другу. Старшая дочь не отстает от своих родителей. Мою посуду, пыль вытираю, памперсы отношу. Каждый ребенок в своей семье особый. А когда он получает медаль трехтысячного ребенка, он становится особым для всего Одинцовского района. В этот день семья Цветковых приняла море цветов. Подарки от администрации Одинцовского района. Комитеты по делам молодежи, культуре и спорту Одинцовского ЗАГСа. А также наилучшие пожелания от родных и близких.